Девушки отдыхают С непонятными щупальцами Тогда проверка показала, что это была внутренняя часть щеки коровы В результате Федеральная антимонопольная служба Запретила поставщику отправлять тушенку в учебное заведение Местные жители призывают снова встряхнуть школу проверками Зауральцы гибнут в пьяных пожарах Одни засыпают сигареты в руках Другие забывают про топящуюся печку Третьи не выключают электроприборы Все это приводит к ужасным последствиям Только с начала этого года в огне оборвались жизни 76 человек Почти половина из них на момент гибели находилась под воздействием спиртного Еще более неутешительная статистика За последние 5 лет С 2014 по 2018 год в огне погибли 504 зауральца Более 200 были пьяными Чаще всего такие пожары возникают У социально неблагополучных граждан Новый скейт-парк обкатали В парке Молодежный завершена установка площадки для экстремальных видов спорта Курганские скейтеры уже ее опробовали Этот скейт-парк стал вторым в городе Первый появился 2 года назад в ЦПКО Ранее в парке Молодежный установили корт Сделали освещение Все работы по благоустройству планируют закончить до конца года В этот праздничный день я от всей души желаю всему личному составу Ветеранам органов внутренних дел Членам наших семей крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и всех благ С праздником! Особо начальник УМВД отметил службу зауральских полицейских на Северном Кавказе Зачастую с риском для жизни За образцовое исполнение служебных обязанностей Государственными и ведомственными наградами Были награждены 65 сотрудников Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов Которые передают богатый опыт и традиции службы Я хочу поздравить всех действующих Тех, кто в отставке сотрудников органов внутренних дел Будь то это милиция или полиция Пожелать им здоровья, крепкого, сердца чистого и надежды А надежда, как вы знаете, умирает последней Информационное агентство Круганру тоже отметили на торжественном мероприятии Корреспонденту Павлу Баеву вручили грамоту за вклад в общественную жизнь области Платотворное сотрудничество и содействие УМВД по Курганской области Автопарк зауральской полиции увеличился на 53 служебных автомобиля Вручение прошло накануне Дня сотрудника органов внутренних дел Машины 20 марки Шкода Октавия, 15 УАЗов и конвойные Разъехались по всем районам Курганской области Также новых боевых коней получили Курганский батальон И спецвзвод Дорожно-патрульной службы УГИ БДД Деньги на технику федеральные Машины на складах не задержатся, поверьте, сразу же после регистрации И процедуры страхования поступят подразделения И отправятся на нанесение службы Очень рассчитываем, что с таким техническим подспорьем, перевооружением Работа и качество реагирования на преступления, заявления и сообщения Только увеличится и улучшится Зауральский Вундхендж, который старше египетских пирамид Станет музеем-заповедником В Белозерском районе началась реконструкция святилища Савин-1 Это древняя солнечная обсерватория, которая позволяла определять точное время КГУ начал работу над полноразмерной реконструкцией культового места Проект запущен с 1 ноября Средства на проведение работ выделит фонд президентских грантов Открыть комплекс планируют 1 ноября 2020 года Будут проведены археологические исследования на объекте В планах разработка интернет-ресурса и 3D-реконструкция А также издание книги, лекции о самом святилище и культуре населения его построившего Курганцы жалуются на недостаточную освещенность города Опасения высказывают и пешеходы, и водители Недовольство по поводу слабой освещенности города утром и вечером Как раз в то время, когда курганцы направляются на работу и обратно Недостаточно освещения жителям поселков Западный и Заозерный В администрации города пояснили, что сейчас график включения и отключения уличного освещения откорректирован А до 1 мая поменяют все уличные светильники Это более 11 тысяч фонарей Когда родители пускаются в бега В этом году судебные приставы разыскали 420 злостных алименщиков Всего к уголовной ответственности привлечены 805 должников Приставы за Уралье взыскали с неплательщиков алиментов на сумму около 80 миллионов рублей В областном управлении службы судебных приставов Находится более 7 тысяч исполнительных производств данной категории Наиболее результативные меры принудительного взыскания Это удержание из зарплаты и списание денежных средств с банковских счетов Действительно также ограничение должника в выезде за пределы России Курганский гиревик Иван Самочернов завоевал золото первенства мира Турнир проходил 7 по 10 ноября в городе Новий Сад в Сербии Всего в соревнованиях приняли участие 540 спортсменов из 38 стран Для Ивана это не первая золотая медаль на крупных первенствах Летом этого года он уже побеждал в первенстве Европы в Германии Поздравляем нашего земляка с победой! Спасибо тебе, щука волшебная! Ты меня, как и обещала, счастливым сделала! В новогодний праздник трудно представить, что кто-то другой, а не Дед Мороз, может исполнять желания Но все же Курганский театр драмы рискнул и отдал часть волшебной компетенции – щуки По щучьему велению в Кургане ставят два режиссера – Анна и Наталья Козловские Эта сказка очень вписывается в зиму, потому что прорубь, щука и очень хорошо, мне кажется, подходит Да, но полномочия настоящего новогоднего волшебника главного мы не забираем Поэтому даже по щучьему велению не может зажечь елочку, потому что есть чудеса, которые подвластны только новогоднему волшебнику Деду Морозу Народный фольклор дополнил сценарными диалогами омский автор Дмитрий Вайдак Музыка творения тоже о меча композитора Дмитрия Юферова Стилизованный гардероб на основе русского народного костюма – воплощение рук Елены Волковой Привить национальную культуру – одна из режиссерских задач При инсценировке сказки учитывался и ее формат Голубой зал театра – отличное место для сотворчества актера и зрителя Дети будут помогать щуке доплыть до проруби, вместе с воеводой смешить грустную царевну Емеля предстанет перед курганскими зрителями не в образе лентяя, который без труда становится царским зятем Главная мысль постановки – благо достается только тому, у кого чистое сердце и душа Новогодние представления начнутся в Кургане с 21 декабря В ДКМ покажут волшебные часы, в Театре Кокол премьера Комарик мечтает о зиме, Старый башмак и сказки моей бабушки С 7 по 14 ноября в ДК Железнодорожников состоится продажа башкирского меда пасеки Кучаевых При покупке одного килограмма меда второй в подарок Комарик мечтает о зиме, Старый башкирского меда пасеки Близится к завершению строительство жилого комплекса «Олимп» на Сибирской-16 Своя газовая котельная на крыше, современная детская площадка, большая парковка, огороженная территория, вымощенная брусчаткой Видеонаблюдение по периметру дома Дом построен полностью из красного кирпича Стены снаружи дополнительно утеплены и почти доштукатурены Все квартиры в нашем доме свободной планировки А холл первого этажа и лестничные площадки будут исполнены в античном стиле В каждой квартире нашего дома предусмотрены широкие лоджии с большими панорамными окнами Рядом есть садики, школа напротив, спорткомплекс, молодежный, рынок, филармония Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин